всем привет вы на канале алка парфюмер и сегодня на обзоре монстр из дофтауна это мортлах 16 лет ну что поехали ну что же можно приступать дегустации и наверное не буду затягивать и приступим сразу к распаковке тем более что виски от дистиллерии мортлах уже был у меня на обзоре 12-летний вот здесь вот наверно вставлю ссылочку кому интересно переходите посмотрите и поэтому сразу давайте открывать коробку 16-летний мортлах идет вот в такой вот аналогичной картонной коробке как и 12-летний сам виски идет в такой же аналогичной бутылки как и вся регулярная линейка который мне напоминает флакон духов от сердж лютенс на лицевой этикетке мы видим что минимальный возраст спиртов 16 лет если вы помните 12-летний релиз назывался величи этот же называется дистиллер с драм так как мастер дистиллер вдохновлялся первым выпуском 16-летнего мортлаха который был выпущен в 1992 году также как и тот этот релиз выдерживался в бочках из-под хереса ниже мы видим дистилляцию не двойную не тройную а две целых восемьдесят одна сотая на эту тему я рассказывал в ролике про мортлах 12-летней кому интересно посмотрите повторяться я не буду крепость виски 43 и 4 процента объем бутылочки 700 миллилитров дата розлива 11 ноября 2019 года состав вода исправленная висковые солодовые выдержанные дистиллята и краситель е 150 а до виски подкрашен и виски проходил холодную фильтрацию крышка деревянная брендированная пробка из прессованной крошки ну а теперь виски пускай немного подышит ну что же виски подышал и теперь можно смело приступать дегустации и начнем с цвета цвет такого стандартного классического виски а учитывая что он еще и подкрашен то бочки из-под хереса были далеко не первого наполнения сама текстура виски не жидкая достаточно маслянистая но я бы сказал наверное скорее средней маслянистости ну а теперь давайте приступать к аромату виски сразу чувствуется сладкий цитрус скорее апельсин даже наверное скорее не апельсин а апельсиновый мармелад достаточно широкая палитра ягод присутствуют таких как клубника вишня вот что-то такое сливочная такая сладость присутствует что-то вроде сливочной карамели выпечка тоже присутствует но таким нюансом а вместе с этой сливочностью напоминает что-то типа профитролий с таким заварным кремом помимо этого здесь есть еще и и медовые оттенки также есть определенно сухофрукты и орехи но что-то конкретное вычленить сложно аромат какой-то древесной смолы скорее каких-то хвойных таких пород даже такой легкий намек на кожу имеется в аромате и совсем нюансом белый шоколад ну а теперь наверное уже можно приступать и ко вкусу во вкусе все те же ягоды клубника вишня но при этом еще добавляется такой неспелый зеленый банан во вкусе в отличие от аромата достаточное количество специй присутствуют достаточно большая палитра тут и гвоздика и корицы и перец и наверно мускатный орех вот что-то такое имбирь даже присутствует и сейчас даже поймал себя на мысли что во рту присутствует вкус такого сочного говяжьего стейка медиум прожарки с кровью в вишневом соусе вот что же такое сочный такой сладкий апельсин во вкусе присутствуют хотя наверное даже скорее здесь тоже что-то типа апельсинового мармелада наверно сливочная карамель которая была в аромате во вкусе она определенно тоже имеется нюансы выпечки меда и имбиря они сплетаются вот в этот вот имбирный пряник рождественский и вот он здесь во вкусе тоже имеется тоже есть во вкусе и орехи и сухофрукты тоже сложно что-то вычлени и таким же шлейфом как в аромате идет вот этот вот белый шоколад то есть такой более сливочно-ванильный нежели молочный уж тем более горький финиш средней продолжительности коротковат я ожидал что будет подлиннее с такой сладостью вот этого белого шоколада всплывающей горчинкой кофейного зерна мармеладом вот этим апельсиновым специями орехами сухофруктами и танинами на финише появляющимися такие напоминающие крепко заваренный чай наверно что такое ну а теперь давайте перейдем к цене по поводу цены он стоит в магазинах по белому ценнику приблизительно от 8 до 9 тысяч рублей что касается акции добывают акции и я его не так давно взял в ленте за 4 500 за эти деньги я определенно его рекомендую за 8 9 тысяч наверное нет потому что можно за эти деньги взять образцы поинтересней но за 4500 в принципе возьмите попробуйте достаточно неплохой виски что же касается оценок то за аромат я ему поставлю наверное 22 балла это скорее всего его сильное место за вкус я поставлю 21 балл за финиш 20 баллов это скорее его слабое место и за баланс 21 балл итого 84 балла это достаточно неплохая оценка и виски тоже могу сказать достойный неплохой да чё там неплохой хорошие виски но за 8 и 9 конечно брать его не стоит за 4 500 достаточно хороший ну а на этом настало время прощаться не забудьте обязательно проверить поставили лайк проверьте подписаны ли вы на канал и не забудьте написать комментарий ну а на этом всем пока